Ааа, ааа, без эффекта красный глаз. О, слушай, бери скорее, бери. Всё, ровно 10 часов, как мы с тобой вместе пьём чай. У меня есть тост, нет, у меня есть тост. Вадик, откуда ты такой смешной взялась? У меня в детстве выкрали клоуны и заставляли шутить в электричках. Аааа! У меня по этому поводу тоже есть тост. А я хочу выпить за мужчину, которому я нагло напросилась на чашку чая. И мы действительно всю ночь пили чай. Хорошо, пользуясь случаем, хочу пригласить вас сегодня вечером ко мне, Виктория, ну скажем, поесть пельмени. Это так же, как попить чай. Только мясо, тесто, никакой сметаны, никакого хлеба. Договорились. Всё, 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 всё. Давай, пока. Пока. Только обязательно приходи, ладно? Тебя будут ждать маленький сюрприз. Хорошо. Да, всё. Так, ну а, фу ты, ёлки-палки, ты меня так не пугай, у меня 16 литров чая ещё. Ну, извини, извини, так кто это говорил? Полковник Петров, вместе служили. Да не видишь девушка, Вика зовут. Знакомились сегодня ночью в клубе и пили у меня чай. А, ну всё понятно, что за Вика. Сразу согласилась пить с тобой чай? Не согласилась, а сама предложила. А, ну тем более всё понятно. Вот что тебе понятно? Просто сидели, пили чай с девушкой, пили-пили-пили-пили, ничего не было. Так это ещё хуже, брат. Чем хуже, брат? Девушка сама знакомится с тобой, сама напрашивается к тебе домой ночью и секс её не интересует. Ну, и что? Как что? Открой глаза, это ловушка, она тебя заманивает. А ты и повёлся, как комарик на венерину мухоловку. Какой комарик? Ну, есть такое растение Дионисия, семейство Росянковых. Вроде миленький цветочек с виду, порядочный такой. А видит какой-нибудь такой беззаботный комарик вроде тебя. Ля-ля-ля-ля-ля. Садится на неё, а она его хабасть. Ну. И всё, и переваривает до полного уничтожения. Слушай, Семён, я думал, ты историк, а ты ещё к тому же и ботаник. Не надо быть учёным, чтобы понять, что это капкан. Я со своей бывшей женой тоже, знаешь, где познакомился? В библиотеке. Вначале тоже чай пили. Царуан цитировали. Угу. А потом что? Гуляй, Вася, развод по полной программе, и всё, отдай квартиру. Я как эту Вику увидел, я сразу понял. Строгая юбочка, аккуратненькая блузочка, маскировочка, что надо. Угу. Мне кажется, у тебя, Семён, паранойя. Не надо путать паранойю с осторожностью. Слушаю. Аккуратнее. О-о-о! Я буду только чай. Ты будешь? Это всё? Семён Семёныч. О, Семён Сергеевич. Неважно. А, Синицына, ты что ли? Нет, я Воробьёва. Я так понимаю, вас что-то с госпожой Воробьёвой связывает? Да нет, ничего такого и не было. Не, ну, было, но не это. Насвязывает восстание жёлтых повязок в Китае и полгода пропусков. И? Как следствие, незачёт и отчисление. Наш чай. Помнит тебя, любит, наверное. Стоп, 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 стоп. Ты знаешь, учитывая ваши взаимоотношения, я бы на твоём месте этот чай не пил. Ага. Да. Я в руки тряпочку беру. Быть телевизора сотру. Друзей всех вместе соберу. Смотреть галыгин.ру. Смотри галыгин.ру! Вам это будет понутру. Здесь будет всякое, не вру. И даже хару мамбуру. Посмотрите на Семёна. Это девушка Алена. Вот сидит огромный парень. Мой сосед Шарко. Смотри галыгин.ру. Смотри галыгин.ру. По вечерам и полотру. Смотри галыгин.ру. Смотри галыгин.ру. Когда что-то долго планируешь, обязательно всё пойдёт на перекосяк. Ну обязательно. Вот мои родители планировали девочку, очень хотели, уже накупили там бантиков, уже какие-то гольфики, платьишки эти, куклы всякие. А тут вдруг появился галыгин. Посмотрели? Мальчик. Ещё раз? Ну а что не посмотреть? Ещё раз, если такой парень родился. Да-да-да, я с детства был такой, что хотелось ещё раз посмотреть. Видите, всё пошло наперекосяк. Барак Обама. Вот где облом, да? Человек с детства хотел стать рэпером. Всё, цвет подобрал, нормально. Йоу, выучил. Пошёл учиться в Оксфорд, закончилось отличие. Оп-оп, шпик, муяк, муяк, президент. Всё, облом. А сейчас бы мог. Йоу, мама, я Барак Обама. Стас Пеха. С детства хотел быть бабушкой. Пел, как бабушка, ел, как бабушка, даже спал, как бабушка. Бывало, зайдёшь, дверь открой, что-то спит. Стас или бабушка? Непонятно. А потом так опаньки, всё неправильно пошло. Покрасил волосы в чёрный цвет, вытянул в гладенькие стали. Всё, не узнать. Подходитесь, говорят, а ты кто такой? Он говорит, я внук Пьехи. Он, иди ты. Он говорит, да-да, её. А уже хрен, никто не верит. Всё. Я к чему это всё говорю? Давайте не бояться совершать спонтанные поступки и поменьше всего в жизни планировать. Всё равно всё будет не так. В институт не поступил, завалил экзамены, пошёл джинсами торговать, оп, депутат. Поехал в Таиланд, познакомился с девушкой, привёл в номер, раздел, ого, удивился, зато есть теперь друг в Таиланде. И вообще запомните, очень плохо загадывать наперёд. Но ещё хуже загадывать назад. Ловушка! Ну, допустим. Ну, вот приходит ко мне соседка. Соли набрать. И во что одета соседка? В костюм столевара. Так, а какое время года? Слушай, Семён, ну хорош уже, а? Достал. Варик, поверь мне, женщины никогда ничего не делали. Что это такое? Смотри, какая лужа. Тут потолка течёт, ёлки-палки. Где? Где, в шкафу, слепой? Сосед, есть ли шкафчик? Да нет, нет ничего. А чего? Нету ничего, я тебе сказал. Слушай, а что вообще происходит? Что это здесь происходит? Да все. Не видишь, что ли, заливают тебя? Меня заливают? Вообще-то я сдал тебе эту квартиру и без лужа. Что вы орёте, без паники? Надо что-то делать, кому-то звонить, короткое замыкание будет и всё. Дом сгорит к чёртовой матери. Откуда капает? Откуда капает? Из Германии капает. Слепой, что ли? А, это Петров собака. У него водяной матрас и иногда заливают. Надо ведро или тазик. Ведро? Да я тебе ведро отдал. А, и тазик я тебе отдал. Да? Да, давай неси, бегом. Ты чё стоишь? Давай поставь что-нибудь. Где тряпка? Блин. Ты тоже взял, рюмку бы ещё схватил. Шапок, ты с ума сошёл, что ли? Что это такое? Сапоги резиновые. Я вижу, что это сапоги резиновые. А где тазик? Где ведро? Заняты они. Чем они у тебя заняты? Да убери ты. Мотоцикл я разобрал. Какой мотоцикл? Свой мотоцикл. Нет, так невозможно. Пускай пока капает, я сейчас этого Петрова утоплю в матрасе. Да, похоже, накрывается это свидание. С кем у тебя свидание, Семён, а? С указкой или с мелом? А может, с мумией или со скелетом? А может быть, у тебя с могилой тут у Нахамона свидание? Да не у меня, Нейандерталь, суварик. Он вчера в клубе познакомился с какой-то девчонкой непонятной. Прикинь, она пришла к нему домой сама. И они провели здесь вместе время. И он говорит, что ничего не было. Да выгодно была девчонка всю ночь, ничего не было. Да он тебе просто наврал, чтобы ты зависти не подох. Археолог домашний. Разуме, а? Ну чё? Да ничего, стычу, звоню и не открываю. Ну, может, никого дома нет? Ага, а в глазок рыбки там смотрели. А потом ещё музыку тише сделали. Да ладно, ты лучше расскажи, как она? Кто? Ну да, которую ты тут всю ночь по дивану гонял. Ну, на ночной феи из ночного клуба. А, уже всё разболтал? Радио Сеня! Не было ничего. Как не было? Почти ничего не было? Так не было. Чай пили и всё. Ну, попили чай агаром. Потом попили чаю, выпили весь чай и стали снова пить чай. Всю ночь пили чай до самого утра. Понимаешь, была такая ситуация, что я не мог. Да ладно. Да? Слушай, есть у меня такие таблетки волшебные. Да я не в этом смысле. Ты что, дурной сплюнь? Я не мог, потому что она не такая. Не такая? Да. А какая? Ты сволочь? Кто, я? Конечно же ты. Девушка сама покупает билеты на твоё шоу. Сама знакомится. Можно сказать, взяла тебя в клювик сама. Принесла в гнездо? Развинул, можно сказать, перед тобой свою душу. А он не смог. Ты эгоист. Я тебе знаешь, что скажу? Ты обидел её, как бабу. И она к тебе больше не придёт. Потому что ты болван. Слушай, ты баран. Как мне вообще сделать так, чтобы ты не появлялся здесь? А ты холодильник заминируй. Во-во, придётся, видно. Всё, Сеня, хватит ковыряться, пошли в магазин. Купим ведро или тазик. А ты сиди здесь. И меняй сапоги. Ладно, пожрать что-нибудь купите. Пожрать? Тебе ты, Вика, не берётся. Наверное, спит. Или Шарков был прав. Может, я прав, такой болван, что не понимаю намёков. Никаких намёков. Это ловушка. Она тебя заинтриговала, а сейчас заманивает в ловушку. Кругом ловушки, а ты не видишь. Вот это, по-твоему, что такое? Корова. Корова. Это ловушка. Семён, нас сейчас выгонят из магазина. Магазин – это большая ловушка. Вот как он называется? Продукты. Продукты. А продаётся здесь всякая ерунда. Это дрова, крема, масла какие-то. И это всё не просто так. Это СПП. Какое СПП, Семён? СПП – это система принуждения к покупке. Джеймс Чарли Уитни, 18 век. Вот смотри. Кто покупает боевики? Кто? Правильно, мужчины. Мужчина покупает боевик, поворачивается и видит что? Что? Носки. И покупает их. Всё, СПП сработало. Ловушка что? Правильно. Захлопнулась. Да ты ничего не понимаешь, Вадим. Да всё я понял, Семён. Приходит домохозяйка за мелодрамой, поворачивается и… О, шампунь! Ха-ха-ха! Берёт шампунь и думает, блин, какая я дура. Зачем мне шампунь, когда есть что? Правильно, туалетная бумага. Она берёт туалетную бумагу, которая напоминает ей кого? Правильно, её мужа, который, засранец такой, оставил её одну с раз, два, три двумя маленькими детьми. И она злая, берёт боевик, как учебная посоль. О, Каллигула? Угу. Смотрел? Да. Поучительное историческое порно, которое что тебе понравится? Чё ты ржёшь? Только ты мог догадаться, купить воду для того, чтобы вылить воду, чтобы потом набрать воду, чтобы которую придётся вылить. Как ты думался до этого? Ну, это же ловушка. Какая ловушка? Для воды. Оп! А-а-а! Здравствуйте, Света! Здрасте! Здрасте! Вода дома закончилась? Я бы сказал, внезапно началась. В смысле? Ну, застопили соседи сверху. М-м-м! Отомстить решили? Господа, нельзя ли побыстрее? Я на работу опаздываю. Папаша, как говорил мой дедушка, от работы кони дохнут. Вот увидишь, это ловушка, поверь мне. Да хватит уже. Блин, где это, Вика? У меня уже батарея села. Аккуратно, сейчас коротнёт. Не коротнёт, не боись. Не разувайся, тут мокрое всё, ёлки-палки. Блин, Шарков, тебя оставили за сапогами смотреть. Полный сапог. Вылий, Семён, пока что. О, ёлки-палки. Куда ты вьёшь, дебил? Ты ещё в холодильник ввели, а? Ой, господи. Да и возьмите кто-нибудь эту трубку. Чё пиликать телефон? Язву телефон оставил на кафедре. Ну, Шарков, значит, не знаю. О, это же Викинг телефон. Лена-маникюр? Сорок пропущенных? Она записала тебя, как Лена-маникюр? Да, странно. Чё тут странного, Вадик? Как ты думаешь, почему она не записала тебя, как злобный суслик или там Рэмбо-галыгин? Ну, Вадик-чай, в конце концов. Лена-маникюр — это алиби. Замужняя преступница создала себе алиби, пойми. Ой, ну какая замужняя, Семён? У неё кольца не было. Ну, ещё бы у неё было кольцо. А почему в троянском коне тогда не написать большими буквами «Эй, троянцы! Внутри коня сотня вооружённых до зубов людей, готовых им перерезать глотки!» Её план очень прост, пойми. Влюбить в себя, растоптать твоё сердце, вытереть ноги от твою душу. И это за спиной любящего его мужа. Поддрянь! Слушай, чё ты разорался, а? Не мешай Шарков Семёну делать из Вики чудовище. А что, нет, что ли? Только чудовище может записать другого человека в телефоне, как Лена-маникюр. Слушай, да тут всё понятно. Муж бухает, баба хочет ласки. Вот и ходит целыми днями и ищет чистую, одноразовую любовь. А тут и этот, со своим чаем чудовище. Да это не он чудовище, а она! Да хватит чудовищеведы! И ты чё сидишь играешь? Ты в ЖЭК позвонил? Позвонил. А, ну чё сказали? Ничего, не подходит. Так, всё, хорош, вырубай приставку. И сапог этот на пик уберите куда-нибудь. Молодец! Отлично, Шарков! Так, всё, меня это достало, всё. Звоню в ЖЭК, сейчас тут будут и электрик, и жук, и жаба, и директор ЖЭК. Алло, девушка! Да, здравствуйте. А что это мы трубки не берём? Никто не звонил? Странно. Пожать купили? Случилось следующее, нас затопили. Да. И электричество пропало. Вернее, как, в розетках есть, а вот люстру вроде бы коротнуло. Да, да. Спасибо. Сказала, через час будут. Так, Шарков, я когда-нибудь точно заминирую этот холодильник? Ай, как мы электрика добили, колотили по спине нога. Слушай, где он вообще ходит, а? Придёт, убью его. Да ладно, чего вы нервничаете? Раньше вообще электричества не было. А когда появилось, один электрик на весь город был. Я представляю, как он бухал. Слушай, ладно, всё, хорош. Я сам всё сделаю. Я эту люстру пятьсот раз учинию. Семён, дай стул, а. Вадик, можешь привезти коврик, чтобы меня током не убило? Шар, я тебя умоляю, пожалуйста, не лезь туда. А, не надо, я сапоги одену, вот. Сапоги надену, да на белые ножики, да на жёлтые ногтики я надену сапоги. Шарков, не надевай сапоги, они мокрые. А? А? А! А! Ну, работаешь же, чё ты ржёшь? Привет, бездельники. У вас что, ремонт? Нет, Алёна, мы тут играли в электриков, и Шарков выиграл. Нас затопило, потом не было света. Позвонили, вызвались, и им ждём. И кого же вы вызвали? Ой, электрика, сантехника. А и девушка. Прям как в дешёвом немецком кино. И сантехник, и электрик, и девушка. Ладно, мне ваши вялые интриги ни к чему, я на поезд опаздываю. Кстати, ты в Минск что-то хотел передать? А, да, я маме деньги хотел. Давай быстрее. Да, Алёна, можно тебя на минуточку? Интересно твоё мнение, как женщины. Вот скажи, девушка приходит к парню домой, остаётся у него на ночь, но секса у них нет. Это ловушка! Какая ловушка? Какая женская! Я не знаю, что значит твоё, но если ничего не было, то девушка точно порядочна. Конечно же, ты неправильно объясняешь. Вот представь, Алёна, ты знакомишься со мной, выпиваешь, остаёшься у меня на ночь. Это намёк или я болван? Даже если бы я стояла голая и кричала «хочу секс», это намёк кому угодно, но не тебе. Это почему? Потому что ты болван. Слушай, вот, сестре передашь, ладно? Слушай, Алёна, вот если девушка записывает парня в телефон, как «Лена маникюр», что это значит? А это её телефон? Да. Это значит, что она специально это сделала, чтобы вернуться к этому болвану. Ладно, я за вас на поезд опоздал, пока. Пока. Тогда где же ловушка? Где? В Караганде. Ладно, я, короче, первый, Ваня. Давай бегом. А что ты, ты первый в ванну-то идёшь? А ты до центра вообще в раковине можешь помочь. У тебя что, дома ванны нет, что ли, своей? Она занята. Интересно, чем это? Я же сказал, я мотоцикл разобрал. Ты давай бегом там, Шарков. Ещё квартиру надо убрать. А то тут у меня свидание, а в комнате хоть свиньей рожает. Вань. Да. Дай бумаги туалетные. Там была. Ну, была. А я пока Калигуру посмотрю. Боже! Близь, Шарков! Да что я понимаю, я тебя сейчас склею? Я тебя сейчас склею. Я тебя сейчас так склею. Э! Поблика и Калигуру. Я не сейчас шляпу. Я всё склею. О! Электрик! Э, алё! Дай-ка я выйду. Бобку, чего они? Да иду, иду. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы, наверное, Вика. Блин, заклин. Добрый вечер. Давно вас ждём. Здравствуйте. А, Вадик? А, Вадик дома. Проходите. А, а вы? А я, Семён. Всегда. Семён, а почему у вас такой вид? Ну, у нас был мелкий ремонт, технические неполадки. Ходите в чаю. Ой, извините, сейчас я уберу видеоработки. Каликулы. Извините, это по работе. А где мой телефон? А телефон у Вадика, вы не волнуйтесь. А Вадик где? Вадик в ванной с другом. С другом? С каким? Ну, с хозяином квартиры. А, Шарков, я сам. Шарков, иди отсюда, пристал, как банный лист. О, Вадик, они фигового электрика прислали. У тебя предохранитель с собой? Утай начинает работать, я сейчас. Ну, тогда пойдёмте, я вам покажу рабочее место. А, ребята, тихо, спокойно. Вика, Вика, Вика. Да, это Вика, это Вика. Не подходите ко мне. Вика. Не подходите ко мне. Послушай, пожалуйста, я всё объясню. Вика, они хорошие ребята. Вика, мы билегентные люди, вы нас неправильно плачете. А там телефон? У меня. Послушай, пожалуйста, у меня просто поменялись планы. Да, я вижу, это есть твой маленький сюрприз, отдай мне телефон. На, Вика. Ты меня неправильно понял, Вадик. Я? Я не такая. Что я тебе говорил? Она не такая. Вика, послушай. Боро и тело. А, ты. Вы же. Вы же. Вы же. Вы же. Вы же. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто такое женщина. Женщина, как большой адронный коллайдер. Дорого, долго, всё время ломается и совершенно непонятно, что это. Но есть один интересный факт. Женщина может прийти на каблуках куда угодно. Хоть на вечеринку, хоть на килеманджаро. Что интересно, мужики. Женщины на самом деле увеличивают грудь не себе. Они увеличивают грудь нам. Да. И если женщина спрашивает, как я сегодня выгляжу, то она уже точно знает, как она сегодня выглядит. Мужики, помните, самое страшное – это отвергнутая женщина. Страшнее отвергнутой женщины только ненакрашенная отвергнутая женщина. Вон следы ещё. Шарков, поверь моему опыту хотя бы раз в жизни. Поверь мне. Семён, какой у тебя опыт? Человек с такими очками вообще как может рассуждать о женщинах. Что? Как может, раз у тебя ждать, что этот неандерталец этот? Я знаю. Хватит болтать, мой давай. Хватит болтать. Ну что, позвони и спроси. Почему Лена маникюр? Всё, тихо. Всё, сейчас позвоню и спрошу. Убирайте давай. Алло, Вика. Это Лена маникюр. Да, не смешно, я понимаю. Я как раз хотел извиниться. Да, ты же понимаешь, ну просто совпадение и случайно так всё произошло. Вика, скажи, пожалуйста, вот один маленький вопрос. Почему ты меня записал в телефоне как Лена маникюр? Ага, ага. Понятно, понятно. Да врёт она, ну. Ещё один маленький вопросик. Вот если бы между нами мог быть секс тогда, когда чай мы пили с тобой? Мог. Да, круто. Круто. Жалко, жалко. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Ну что, что она сказала, да? Ловушка это была, а? Специально, я же говорил, а? Ну это прекрасно, что мало что ли? Да тихо. А жалко. Короче, Лена маникюр. Она меня записала потому, что её мама постоянно лазит в телефоне. И когда находит мужское имя, сразу начинает звонить и выяснять, кто чему с дочерью там. Ну и в чём ловушка? Непонятно. Где ловушка? Непонятно. А, так всё понятно. Тандем мать и дочь. Как в фильме. Каком? Не знаешь. Сердцеед. Слушай, ты не ты к чёрту с вами. Сердцеед. Вадик, ты скажи, секс, она хотела или нет? А не скажу. Нет. Ты должен нам сказать. Почему я должен? Ничего. Мы тут столько спорим, ты не можешь. Это не честно, Вадик, подожди, это не честно. Почему я должен нам говорить? Не скажу. Не, ну. Тексту трудно сказать одно слово, да или нет. Короче, ничего не было, потому что жалко. Короче, жалко и прекрасно. А жалко? Жалко на ужина, а нахуй ты прекрасно, получается, что жалко. Одно слово, что ли? Одно слово.